Один год в армии. Для кого-то беда, для других – почётная обязанность. С утра 1 октября в уссурийском призывном пункте собрались 30 юношей. Служить или не служить – это решат врачи и члены призывной комиссии. После пятого курса ПГСХ пришла повестка, пришёл сюда на комиссию. Скажи, сейчас не было желания откосить? Как-то не думал об этом? Конечно было, думал. Но всё равно надо. Надо почему? Как думаешь? Долг, отдать родине, чтобы уже спокойно дальше жить, работать. Сам призывник тоже в ответе за свою судьбу. Одни просятся на альтернативную службу. Сейчас в округе таких два человека. А есть и те, кто рвётся в ряды вооружённых сил, как Алексей Цзысюк. Сейчас молодой парень переживает, что плохо сдал ЭКГ. Торопился и перенапрягся перед обследованием. Можно родные так меня воспитали, что надо всё делать во время. Ты считаешь, время пришло? Ты готов? Я готов служить в армии. Самые распространённые заболевания у молодых людей призывного возраста – сердечно-сосудистые недуги, проблемы с желудком, искривление позвоночника и плоскостопие. Однако, по словам врачей, в нашем округе юноши здоровеют. Возросло количество призывников категории А. Это люди, которые по здоровью подходят для ВДВ и спецназа. Меньше становится больно. Спасибо, что нужно сказать докторам и педиатрам. Потому что они проводят профилактические медицинские осмотры в возрасте 14, 15, 16 лет. Вот эти вот, когда появляются первые заболевания, они их берут на учёт, занимаются с ними, вызывают, приглашают, обследуют. Весной этого года в Уссурийском округе план по призыву был выполнен полностью. От нас в армию ушли две сотни молодых парней. Среди них больше 70 водителей БТР и МТЛБ, которых подготовила техническая школа ДОСААФ. Работу Уссурийского отдела военкомата в крае традиционно оценили высоко. Отдел в целом был оценён на отлично. Был награждён переходящим кубком. И по всем показателям, касаемым и организации проведения призыва, и розыска уклонистов, и мероприятий, связанные с организацией самой доставки призывников, медицинского свидетельствования, ДОСААФ занял первое место в крае. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. И на этот раз округ должен поставить под ружьё 215 здоровых и сильных молодых людей. Прогноз местного отдела военкомата – справимся. Среди уссурийцев достаточно тех, кто может и хочет служить своей родине. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс.